Музыка К вам навстречу пришел наш глава, глава муниципального образования Кенгисепска и муниципальный район. И проведет сегодня урок, который поднимет. Так уж получается в жизни, что вы все находитесь в таком зачастном возрасте. И уже вам скоро придется делать свой следующий и очень важный шаг в жизни. Это получать дальнейшее образование. Сейчас вы получили основу, базовое образование в школе. Ну а дальше вы должны будете получить не только образование, но и будущую профессию, которая определит вашу дальнейшую всю жизнь. И конечно же от того, как вы правильно сделаете свой выбор, будет зависеть очень много. И ваша жизненная карьера, и ваша личная жизнь, и все остальные составляющие, которые будут вас по дальнейшей жизни сопутствовать. Я буду говорить о том образовании, которое я в своей жизни получил. И где-то, может быть, так вот на параллелях, на определенных, может быть, и примерах своих, покажу вам значимость той профессии, которая, в общем-то, дает возможность человеку реализовывать себя в нашей жизни. Я буду говорить по юридическому, или как раньше в наше советское время говорили, о правовом образовании. В дипломе писалось у нас, если ваша пишется в дипломе, вот такая институт юридический университет, юриспруденция, то у нас писалось правоведение. Я считаю, что все-таки правоведение более правильно писать. Почему? Потому что это говорит о том, что человек владеет, понимает и знает право. Конечно, право занимает очень серьезную роль в нашей жизни. И, конечно, профессия юриста, она очень важна, значима и интересна. Потому что, вот, пожалуйста, могу вам пример привести. Вот мы с вами сейчас находимся в этом здании, в прекрасной школе 5-й. Вы знаете, что у вас есть определенные правила поведения. То есть уже изначально вы каждый день, находясь в школе, вы сталкиваетесь с одними элементами права. Выходя из школы, вы вступаете в отношении с другими элементами права, правила дорожного движения. Приходите вы в магазин, вы, значит, вступаете в отношение с продавцом, с покупателем, продавец, то есть защита, закон о защите прав потребителей и так далее. То есть вся наша жизнь, она фактически дышит этим правом. Если вы решите получить эту профессию, то правильный выбор этой профессии, где ее получать, конечно же, очень важно. Я в свое время заканчивал Свердловский юридический институт. Мне, конечно, повезло. Я считаю, что я счастливый человек, потому что моими преподавателями были столпы права. Такие люди, как, например, Октябрь Александрович Красавчиков, личный консультант Громыка по собственности за рубежом. Сергей Сергеевич Алексеев, профессор, который писал в институцию Российской Федерации. Председатель института Зоркин и так далее, и так далее. То есть это люди, которые действительно вложили в меня вот эти все знания. Ну вот, например, сейчас взять меня. Я до того, как стал главой муниципального образования, я работал в органах прокуратуры. Ну, начинал с МФД, сначала в Министерстве внутренних дел, у меня там небольшой период, фактически, небольшой. Потом органы прокуратуры, я работал в органах прокуратуры, значит, а потом, значит, перешел в российскую адвокатуру. И очень длительный период работал адвокатом, а потом он, как говорится, закономерно ушел в политику и стал заниматься политикой. И результатом этой деятельности вот глава муниципального образования. Сейчас работая глава муниципального образования, конечно, мне во многом удобнее, комфортнее, потому что я сам знаю право, я сам знаю закон. Вот я всегда говорю, и я убежден в этом, и это жизнь подтверждает, что две профессии, юристов и медиков, на молодые мозги, дневное обучение, хорошие специалисты, хорошие, так сказать, проводники тех задач и идей, которые они выполняют. В областях и регионах отсутствуют вузы, которые могли бы готовить людей на местах, в больших районных центрах. Вот наш район, к счастью, является исключением. Многие говорят, зачем учиться в небольшом сравнительном вузе, в городе Леггинги-Сеппе, когда мы можем поехать в Тербург. Ну, собственно, на один вопрос Александр Иванович уже ответил. Это дешевле, даже если вы поступаете на бюджет. В России сейчас принято двухступенчатое высшее образование. Когда мы все, ваши учителя, Александр Иванович, я учились, в России магистратуры фактически не было. Мы учились пять лет, мне специальности пять с половиной лет, и все. Обучение было, высшее образование было непрерывным. Как вы знаете сейчас, вы сначала должны поступить в бакалавриат, а потом должны поступить в магистратуру. Если вы хотите полное высшее образование. Что касается тех, кто хочет на государственную службу и силовые структуры. Вот Александр Иванович, как представитель муниципальных властей, не дадут мне соврать, для того, чтобы занять достойный пост на государственные службы, скажем, стать в перспективе судьей, или для того, чтобы получить определенное звание на определенное звание в структуру, как, например, ФСБ, ФЧС, вы должны иметь законченное высшее образование, то есть и бакалавриат, и магистратуру. При этом, как вы знаете, вы не можете поступать до сих пор пока по нашим законам в магистратуру не совсем по специальности. За 4 года обучения вы понимаете, что конкретно в будущей профессии вам нравится или нет. И можете, соответственно, сделать выбор, где отшлифовать свои профессиональные навыки и получить уже конкретную специальность. А вот если вы, задумываясь о будущем, поступаете в бакалавриат, например, в нашу, или в какой-то другой, и за 4 года обучения выбираете себе какую-то конкретную магистратуру в каком-то конкретном ВУЗе. Либо вы купите деньги, если там будет платное обучение, либо вы предметно готовитесь к экзаменам. Многие, даже если ВУЗ очень престижный, выпускники какого-то ВУЗа не будут поступать в свою собственную магистратуру. Вы придете на их место. И если вы так хотите покорить большой город, и посмотреть, что получится, или просто вернуться сюда с дипломом престижного Петербургского или Московского университета, вы можете спокойно поехать туда на 2 года и стать магистром. Это все позволяет нынешняя система высшего образования. Только выбор, куда вы хотите поступать, но и выбор, что вы хотите, как вы хотите и где закончить ваше образование. Достаточно ли вам 4 лет, потому что подготовки. Или вам нужно 6 лет. Или кто-то из вас изначально задумывается над тем, чтобы после окончания ВУЗа поступить в аспиратору. Тогда ваше образование займет 10 лет, но, поверьте мне, кандидаты в юридическом науке устроиться на государственных службах и в емных органах в системе государственной власти гораздо легче. Кандидатская диссертация, но это уже третья ступень высшего образования, это очень большое показательство. Поэтому я советую вам в 18 лет задуматься, что с вами будет в 28. Кто из вас, вот скажите мне, кто из вас сел и спланировал свою жизнь хотя бы до 25 лет? Один человек. И, наверное, сядьте и спланируйте свою жизнь. И просто исполняйте планы по пункту. Вы хотите стать неинтересным, но согласитесь, что более интересно в 30 лет иметь хорошую работу, иметь хорошую семью или в 30 лет сидеть в съемной студии на окраине небольшого областного центра и задуматься, так, ну это попробовал, это попробовал, это попробовал, что бы мне еще попробовать? Да, в 16-18 веке были арбутеристы, которые сегодня пошли в пиратский набег, завтра помогли кому-нибудь королю основать новое королевство, но эпоха арбутеристов прошла. Сейчас, к сожалению, если мы хотим хорошо жить, нам надо планировать свое будущее. Думайте о том, куда вы хотите поступать, но принимать решение о том, в каком направлении вы хотите работать, вам надо уже сейчас. Как вам живется в Кенесеве? Может быть, какие-то вещи беспокоят от общего характера? Так что пользуйтесь, можете задать и поговорить. Нужно выразить слова благодарности и признательности нашему предприятию. Я его называю «Это наше все, настоящее, прошлое, настоящее и будущее», это производственное бене «Фосфорид Еврахим». Они, в общем-то, сегодня финансируют проект развития города Кенесево. И мне очень отрадно, что я на это тоже, когда вы обращали внимание, обращая внимание, хотелось бы, чтобы наш город строился в, в общем-то, в эстетических, культурно выверенных вещах, значит, с учетом годостроительной культуры, политики, чтобы это было комфортно и удобно к Кенесевцам. Что в планах? В планах, конечно, чтобы у нас, кроме того, что нам нужно, конечно, решать вопросы, будем говорить, так сказать, каждодневные, это вопросы, связанные с ЖКХ, это первоочередная задача, это решение качества воды, это проблема уже несколько десятилетий для Кенесево существует, я ее знаю, эту проблему, и не только я, и администрация ее знает, и депутаты знают, и губернатор наш знает, поэтому вот мы в этом направлении будем стараться как можно более эффективно продвигаться. Но хотелось бы, чтобы, конечно, город становился красивее, аккуратнее, поэтому по этому проекту, который сегодня Еврахим дал возможности сделать мастер-класс проекта, то у нас появится наша своя набережная. Набережная с нутравыми зонами, со всеми, так сказать, площадками вдоль, по нашей стороне, со стороны города. Конечно же, мы все-таки хотим решить вопрос вот этого пешеходного моста на стадион, на Романовку, да? Конечно же, мы, значит, хотим решить вопросы, связанные вот со строительством новых районов, уже все-таки с более современной и более комфортной застройкой. Сейчас идет обсуждение этих проектов в городе, делается фокус-группы, обсуждается мнение горожан, в том числе и молодежи. И с учетом всего вот этого обобщенного, конечно, уже город Кенгисепп будет развиваться дальше. Экономика района Кенгисеппа и Кенгисеппского района будет развиваться динамично. И какую бы вы профессию фактически не получили, вы сможете ее реализовать на территории города Кенгисеппа и Кенгисеппского района. Поэтому мы у вас будем ждать обратно, когда вы относитесь к прекраснейшей школе города Кенгисепп, 5-й школе, и вернётесь уже молодыми специалистами, кто будет вносить свой застойный вклад в развитие нашего любимого города Кенгисеппского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова